Как же ты задолбал играть во всякое говно, да сыграй, ты уже в Бэтлфилд. И вот тут я решил поиграть в Бэтту и опробовать это божье чудо, посланное с 9-го круга рая. Увидеть замечательную графику, интересный геймплей, новые режимы, но... У меня не получилось, я пытался, я пробовал, я оставался, этот мир не исправим, все очень плохо. Не поймите меня неправильно, я собираюсь сейчас возводить срач, он будет. И я буду уникальным, Бэтту сейчас восхваляют абсолютно все. И при этом, кстати, она все равно всасывает колдея, вот этого я не понимаю. Я не хочу назвать эту игру говном, потому что здесь сотня багов. Нет, эта игра плоха, потому что это за хайпанный кусок говна. Есть ли смысл говорить о геймплее Бэтлфилд 1, если это вылеты Бэтлфилд Бэткомпани 2? Между этими играми счастливает разница, а все, что их отличает, это... Это... Это чуть красочнее картинка, что ли. Все. Все та же высранная анимация прицеливания. Уродская анимация тряски оружия. Ну вот, серьезно. Вас не бесит, то как в новой части Бэтлфилда это говно неестественно болтается при беге. Все та же забагованная анимация смерти. Персонаж падает вниз и, как эпилептик, дергается в диких конвульсиях. Все тот же хитмаркер из Бэтлфронта и звуки стрельбы. Вот напишите вам, самим он не отвратительный? Обычный человек тут просто уйдет мерзкую текстуру, но тут спрятана пасхалочка от разработчиков. Если подсветить ультрафиолетно, можно найти скрытое послание. Дело не в багах, плевать на них. Это не игра сырая, это отношение к потребителю блюдское. Они ежегодно делают нерабочую игру. Нерабочую. Игру. Ежегодно. Почему бы не взять пример у братьев старших и доработать ее? Неужели находятся дебилы, которые считают баги прелестью игры? Здесь текстуры обрабатываются в реальном времени на глазах, это же позор. Но об этом не сейчас, оставлю для будущего наебали. И я с уверенностью скажу, что только отбитый человек купит эту игру. За эти деньги. Особенно сейчас, когда колда предоставляет нам особые выгодные условия. За 2700 рублей мы получаем Infinite Warfare с сюжеткой мультиплеером и зомби-режимом. А также с ремастером Modern Warfare. И это против всяких пушек и техники BF1 за 3000 рублей. Да что там говорить, чтобы вдоволь насладиться игрой, а не урезанной херней, нужно отдать 6000. На ПК! Про консоли говорить вообще не буду. Вы серьезно купите это? Вместо этого? Мне сложно сдерживать гнев. Кто-нибудь принесите Шевцова. В этом видео я не буду говорить о всех проблемах, потому что, мол, будут кукарикать, что это бета. Им насрать, что бета это абсолютно готовая игра. С бета-теста меняется лишь баланс и улучшается технический аспект. Но это же выряд и батлфронт! Я чувствую, опять они начнут обсирать. Калда дрочит, всё не честно, айтипедия накажет. Окей, сейчас будет минутка беспристрастного объективного мнения, которое понравится абсолютно всем хомячкам. Battlefield 1 это наследник Battlefield 4, которая, по-честному, одна из лучших представительниц этой легендарной серии. Невооруженным взглядом замечена огромная работа, проделанная над игрой. Абсолютно новые и проработанные режимы. Полностью переработанная физика. Экст-ген графика, которая особо хорошо выглядит на консолях, которую удалось получить лишь благодаря новому и сверхсовременному движку Frostbite. Заметно, как каждая последующая часть линейки Battlefield становится лучше другой. Пока что игра находится в стадии бета-теста, но этого уже достаточно, чтобы понять, что шутер получится великолепным. Как я, ваш покорный слуга, уже говорил, здесь есть абсолютно всё. В этой игре очень много контента. Она идеальна. А ведь это только бета-тест. А все немногочисленные недостатки обязательно исправят до релиза. Безоговорочный кандидат на лучшую игру этого года. В общем, всё очень плохо. Пишите в комментариях, кто с моим не согласен, потому что мне сейчас как никогда раньше надо верить, что на земле не осталось нормальных людей. Всем баттлфилдерам говна и негатива. Покусики. 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 Покусики.